Александр Геннадьевич Хакимов Добрый вечер всем! Как построим нашу встречу? Как это встречение строится? Очень хочется, чтобы мы могли поговорить на те темы, которые затронул автор, это Асиль Малипий. На чем он строится? Что это? И мне очень хочется, чтобы зрители могли задавать вопросы. Один раз задавать вопросы у нас будет Николай, он поднесет микрофон, вы можете поднять руку. Вот и в первую очередь, позвольте, задам вопрос я. Александр Геннадьевич, когда мы встретились с вами шесть лет назад, одно из сильных таких слов, ваших выражений, которые поразили меня, это то, какую ответственность несём мы, создатели, кинорежиссёры, сценаристы, которые создают разные работы, потому что сейчас кино, интернет — это всё очень сильный инструмент, влияющий на сознание людей. И эта ответственность от того, что мы смотрим и что мы показываем, полностью ложится на нас. И, собственно говоря, благодаря этому выражению и родился наш фестиваль, чтобы найти то, что могло бы повышать это сознание. И вот эта работа, когда я её услышал первый раз, понятно, что, может быть, она не очень хорошего качества, понятно, что её не будут показывать в кинотеатре в общественном виде, в общественном таком видении. Но есть одна фраза, которая, мне кажется, требует того, чтобы мы могли её обсудить. Насколько молитва, в которую мы обращаемся, она помогает людям, и от чего это зависит? Нет ли в этом какого-то потребительства, что нам плохо, и мы вспоминаем о Господе, и идём в церковь или обращаемся к священнослужителям. Насколько результат молитвы зависит от нас? Кто-то имеет опыт молитвы? Меня метеорит, кто имеет опыт молитвы? Вы тут многие. Что же буду рассказывать? Ну, могу в общей части так что-то сказать, у меня тоже есть опыт. Видите, тут какая ситуация показана? Не просто, а критическая ситуация. Я помню, когда-то мне дали почитать книгу об Иисусовой молитве, давно ещё. И она называлась «Записки странника отцу своему духовному». Что-то в этой книге, в известной книжке, не Варшаве, книжка такая, читаемая, автор сам, который написал о себе, вот свою биографию духовную, о молитве, она ещё вышла до революции, известной. Она буквально прогремела в России в то время, и после этой книжицы просто миллионы людей стали практиковать свою молитву, а через короткое время перестали. Потому что не получили такого опыта, который писал о новой книге, а там опыт невероятный. То есть, видите, не всегда молитва работает. То есть, ещё зависит от того, кто эту молитву как-нибудь возносит. Как говорят, в окопах атеистов нет. Помните, да? В такие моменты критические. Видели, они сержались за родину, я видел этот фильм, наше поколение знает этот фильм. Он написал, потом экранизация, и здесь и шкин актёры там играли. Ну, такой реальный фильм о Великой Личной войне. Потом как-то солдаты сражались там. И там этот эпизод, известный эпизод, это идёт артобстрел или бомбёжка, а я не помню, и в окопах лежат вот эти бомбы, вот этот ужас был, ад показывает, что ты живешь на человека. И начинает молиться. Полиция, коммунизм. Потому что полиция, всё, утихает потом. И он так при себе аргумент, что это я. Зачем? Хорошо, никто не слышал. Коммунизм. Что с меня сейчас был вообще? В каком-то другом состоянии я забыл и про коммунизм, забыл и про капитализм, забыл и про нюансы, забыл. Я обратился к Богу. Другой пример, меня рассказал один знакомый. Ну, я его хорошо знаю давно. Мой как бы друг. Ну, мы не часто общаемся. Он бывший полковник. А так случилось, что он стал духовным лицом. Представьтесь, полковник, офицер. Стал духовным лицом. Вот он мне рассказывает. Я, говорит, остановился там у одного храма, монастыряка, где-то в Носкове. Проезжал, мы живем. За водой там, через дорогу. Я вижу монастырь. И там сидит священник. В христианских одеждах. Ну, я говорю, монастырь, ты на монастырь. И он меня позвал, потому что я в каких-то одеждах необычных. Говорит, ты кто? Говорит, ну я вот. Хали Кришна, повторяю. То есть, что это такое? Ну, я, говорит, молюсь Богу. Вообще, говорит, я офицер. Он говорит, так я тоже офицер. Значит, в одеждах два духовника узнают друг друга, что они офицеры. И вот он, а мой друг, скажет, а как ты, как ты стал таким? То есть, где-то встать в монастыря, ты был офицер. И он рассказал историю Великой Отечественной войны. Это Сталинский. Что они попали под ковровое покрытие бомбардировки. Знаешь, что такое? То есть, да. Ну, то есть, тотально, плановерно это применяется тогда, когда рассекреченная какая-то часть, она рассекречивается. И вот туда называется ковровое покрытие бомбардировщиков. То есть, смешивается вот так вот методично. Все это поле, все это квадрат, землю, все уничтоживается. Ковровое покрытие называется. Применяется тогда, когда рассекреченная какая-то полость. Не в пустую. Большие затраты. И ведь мы их собирались сделать удар. Это была секретная операция. Туда были собраны все наши силы военные. И ждали команды к наступлению. И фашисты рассекретили нас. И в какой-то момент мы увидели сплошь небо. Так вот гудит. И мы понимаем. И начинаем. Как в фильме с Бондарчуковым. Все просто перемешивается. Волна идет на вас. Бомбы рвутся, рвутся. Переворачивается все. Разлетается в куски. И говорит, все бесполезно. Я офицер. Я знаю. Я понимаю, что происходит. Но дело уже случая. И у меня в уме начинает ускоряться мысли. Знаете, да? В момент таких опасностей. Случается, что человек видит, как пуля вылетает из ствола. Видит. Глаза. Вот так вот медленно. Там настолько ускоряется чувство и ум. Что за какую-то долю секунды человек может просмотреть всю свою жизнь. Вот это вот мемя напряжение такое. Из-за этого случилось что-то такое. Потому что я подумал, кто спасет, кто спасет, кто спасет. И спонтанно. Бабушка молилась когда-то у меня Богу. С детства. Давно это видел. Слышал. Ни одной молитвы не знал, но видел. И это всплыло. Это эпизод из моей жизни. Бабушка молилась Богу. Я папа на колени. Если ты там есть. Я не помню, что я говорил, но я хотел спастись. Хотел спастись. И тут вижу. Как Бог, я их вижу все. Входят в землю, как умазывают. Вот земля поднимается, стучивается. И вылетают все эти осколки. И я могу двигаться. Могу отворачиваться от этих осколков. Они полетают и не меняют. Что-то случилось. При этом, говорит, я нисколько не удивляюсь в том состоянии. Нет какого-то шока, извините, восторга, удивления. Я не думаю о физических законах. Вообще я ничего не думаю. Просто делаю свое дело. Он был контужен. Ни одного ранения. Ни одной царапины. Была контузия. Он лежал. После, когда все закончилось, там ходили санитары с носилками. Сказали, что там еще осталось. Удивились. Смотри. Целый лежит. Челый. Контуженный. На носилки в самолет. И мы взлетаем. Это не конец истории. Это не конец истории. Когда мы взлетаем, я думаю, ну зачем здесь Бог? Они вернулись в мои привычные мысли материальные. Возможно, это какие-то способности человека скрытые. То есть мои собственные способности, которые открываются в момент опасности. Это просто не изученная сфера. Но он все осталось. Как бы отвергать Бога? В это время, когда зенитная батарея снизу сбила наш самолет. Попадали. Я в воздухе. Ну что ж. Все. Я покончился. Это изменилось. Я снова обратился. Говорит. Там было поле внизу. В поле был один или два стога сиян. В один из них упал я. После этого я дал обещание Богу. Закончится война. Выхожу в минус. Вот так и без ситуации. Эту историю, кстати, я описываю в своей книжке. На карме. То есть этот человек, который писал эти записки, свой опыт молитвы, он потерял жену очень рано. Был молоды, она умерла. У него отсохла одна рука. Был неработоспособный. То есть он был обречен на несчастную жизнь. У него не было планов материального счастья. Он потерял. И в этом состоянии он описывает чудеса. Если мы, вот знаете, люди сегодня тут за расписываются. Женятся. И они знают, вторая часть их подушария, мозг знает, что если у них что-то не получится, в том же ЗАГСе они потом разведутся. Знаете, что это означает? Означает, что такого навроста не будет. Они боятся трудностей. Они входят сюда и знают, что там есть черный вход, если что и убегут. У них нет ответственности. Вот. Если мы обращаемся к Богу в таком настроении, если ты мне дашь что-то, я поверю в тебя. А если не дашь, я не поверю в тебя. Я расстроен в тебя. Молитом всего. Она требует веры. Просто вера. Тогда она работает. Но фактов много, как она работает. Если вы имеете обувь, тоже подтвердитесь. Но мы даже здесь в ЗАГСе можем какую-то историю рассказать о том, как это работает. Это экстремальный случай. Видите? Либо ты умираешь, либо ты возрождаешься. Выбирай. А вот есть метод. Я, по-моему, занимался этим методом. Дыхательный упражнение. Он исцеляет любые болезни. Слышите? Любые. Но это не значит, что каждый может это делать. Я понаивился и думал, что теперь у нас не будет болезни. Сейчас каждому освоит метод дыхательной браной. Полезни не будет никаких. Сегодня никто не будет умереть. Он и я. Работает только тогда, когда человек в критическом состоянии находится. Когда он либо должен умереть, либо воспользоваться последним методом. Он работает правильно. Потому что требует больших волевых усилий. А мы не готовы к этому. Мы готовы просто к обычной жизни. Бога расставленная. Работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. Мы не привыкли быть сосредоточены постоянно. У нас, как бы внутренняя наша жизнь, не собрана воля к жизни. Другой пример. Это из Майдрата. Пришла женщина куда-нибудь. И говорит, меня к вам направил доктор. Доктор вам знаком. Я говорю, что у вас? Говорит, у меня рак четвертый степень. Она говорит, что ж ты держишь на доктора? Почему ко мне? Он говорит, потому я правду. Следите вот и духовным человеком. Вам уже медицина не поможет. Ну, так прямо. Это пришло к вам за какую-то помощь. Я же сбежался, думаю, как же я помогу. Ну, хорошо. Я сказал, вы хотите жить. Говорит, да, я хочу жить. Я ее спрашиваю. Рядом у меня дочь с другой стороны. Я говорю, а зачем вы хотите жить? Дочь сильно удивилась вопросом. А женщина больная не удивилась вопросом. Она не удивилась, не обиделась. Она стала думать. И сказала, ну, я бы хотела еще помочь, дочь или еще внуки растут. Ну, я еще одну хотела бы. Я сказала, много это уже делали. Вы вырастили, дочь, вы работали. Все это делали. А вот сейчас вы зачем хотите жить? Для чего? Вот здесь какая-то новая цель, причина. Жить даже. Теперь уже все выполнить свои обязанности. Дочь уже взрослая. В принципе, она может уже и без вас. Ну, скажите, у вас есть другая причина, более высокая? Она и сказала. Подумая, сказала, я не знаю смысла жизни. Помогите мне. Скажите, с чем жить? Я говорю, вопрос интимный. То так трудно вмешиваться в эту личную духовную жизнь, навязывать что-то нельзя. То вы же не говорите сами в сердце. Говорю, кто христианка, мусульманка, то как все считаете? Я не знаю. Ну, наверное, христианка. Ну, как многие знаете. Не молюсь в книге, не читаю священные. Ну, поскольку растился в России. Ну, наверное, христианка. Так в церковь иногда заходил, переключился в доме. Ну, понятно, наше поколение жили в атеистическом учебнике. Нас мы не учили. Я сказал, ну, хорошо, если вы христианка, вот вам. Библия. Идите домой. Читаете заново, изучаете, что вы сможете, сколько хотите. И выбираете, зачем вы хотите жить. И потом придите ко мне. Через три дня. Она пришла ко мне ровно через три дня. Я ее не узнал по настроению. Она была жить нерадостная. Просто нерадостная. У нее было какое-то вдохновение. И когда ему усердность, она заговорила. Я поняла, зачем я хочу жить. Интересно. Интересно сейчас на домашней работе, как и на выходной. Я ей ничего не говорил. Она мне сама говорит. Я был настолько удивлен. Знаете, я зашокировал. Она сказала, я хочу обрести любовь к Богу. Ничего себе. Три дня. Это за три дня такая работа. И теперь смертью. За три дня. Она выбирает самую возвышенную царь жизни. Самую, самую, что говорит, в священной книге. Все. В этом все ответы. Весь смысл. Любовь, любовь. Любовь большая, божественная. Безграничная. Я был в шоке. Она была искренне смотрела на меня. И у нее была какая-то радость. С четвертой степенью рака. Я говорю, ну так-то так. Если это такой выбор. Я знаю, я не христианин, не практикующий христианин. В душе как бы христианин. Но не практикующий. У меня другая традиция практики. Но вот вам. Иисусова молитва. Я ее знаю. Потому что читал эти книги. И повторяйте постоянно. Все. И она ушла больше. У меня уехал в дух. По городам. В России. Полгода прошло. И через полгода. Мне пишет мой знакомый доктор. Про эту женщину. Он говорит, произошло чудо. И она мне написала строчку. Сказала. Я благодарна этой болезни. Потому что я нашла новую. Новую настоящую жизнь. Это примеры. Но все эти примеры. Обратите внимание. В критических обстоятельствах. По расслаблению состояния. Это невозможно. Как ей заповедь. Не повторяйте. У меня Бога в суе. Это требует. Внимания. Глубокого внимания. Уважения. Почтения. Настройка. И вот. В какой-то критической ситуации. Люди говорят. Да. У меня все хорошо. Когда буду умирать. Я обращусь к Богу. На священника приглашу. И как раз. Хорошо бы. Получить подготовку. В течение жизни. Жизнь. Это постижение. Законов. Мира. В которых мы живем. И. Путь это заканчивается. В том. Законодатель. Который управляет этот путь. Все. Люди. Это путь заканчивается. Он начинается с физики. С химии. Закон стимирного тегритерия. Закон Дьютона. Мы это изучаем. Как пользуются. Электростатические. Всякие. Законы тоже существуют. Мы изучаем. Изучаем. Потом. Как это читаем. Звучало. 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 Потом говорит. Оу. Так это разум. А это же разум. Посмотрите. красиво. Бесчетное количество песчинок. И он увидел. Что это все оказывается не случайно. Не случайно. Космос. Планеты. Солнце. Живые существа. Расстояние между планетами. Всякие законы. Все согласовано. Все точно. Математически точно. Каждый атом на своем месте. Он говорит. Я не знаю что это за разум. Но я должен встать на колено и снять шляпу. Энштейн. То есть путь-то заканчивается. Видите где? Транс. Просто. Человек попадает в транс. Когда осознанут. Это начало. Вот человек шел, шел, дошел до предела. Какой выход? Люди говорят. Ну. Либо угрешь, либо иди туда. Ну. Пойдут. Интересно. Может быть я и не верю. Никогда к этому не обращался. И не верю. Если на команде. Такая людина. А тут. Реально. 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 Это несколько слов. Если есть вопросы. Для этого могут. Пожалуйста. Поднимайте руку. Пожалуйста. И вам передадут микрофон. Наверное еще стесняются. Наши зрители либо находятся. Стесняются. Молчаются. Угу. 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 По помощи йоги можно сосредоточиться. Специальные упражнения существуют. Как сосредоточиться. Как мысль направить. Угу. Это югическая практика. Которую я занимаюсь. Угу. 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 Картина. Ух ты. Ты все равно относится. Что это за молитва вообще? Угу. Угу. Или заупокоить душу. Угу. Или дай мне здоровье. Ну. То есть необходимо также развить разум, если мы обращаемся к высшему разуму, то нужно развить тоже свой разум, не то, что бабушка пошла в лес за хворостом, слабенькая бабушка, а там дрова секси, дрова хворост складывает, связывает и сам же на голову кладет, она не поднимет. И она с этим хворостом идет домой, спотнулась несчастная, уронила хворост и не может поднять, там лесу одна. И так, эдако, нужно огонь, нужно топливо, что делать? Она обращается к Богу Божьему. Бог является, перед ней говорит. Я в тебя услышал, что ты хочешь. О, спасибо тебе, Господи. Поставлю твою зону на Бога. На все, что я хочу. То есть нужно еще понять, разобраться в наших желаниях. Не думайте, что все желания ему будут по душе, которую мы хотим. Бог называется Ахимса. Слышно, что такое слово Ахимса? Ненасибие. Он Ахимса. Вся Ахимса исходит от человека. Не от Бога. Он не причиняет никому вреда. И если человек творит какое-то зло, и получает за это реакцию, и страдает, причинно-следственное средство. Акция, реакция. Но ничего. Заботите. Он работает на всех этих уровнях. Скрыть ничего невозможно, ничего нет. Тайном, что не станет явным. И есть такие тонкие свидетели, которые мы даже не сознаем. Их присутствует. Вот этот свет уже свидетель. В сердце свидетель. Воздух свидетель. Это написано в древних трактах. Ничего скрыть не возможно. Ни мысли, ни слова не поскрыть. Но от человека что-то можно скрыть. Можно что-то, кого-то однануть. Но за это ответственно. Перед тем, перед кем скрыть. Ну, знаешь. Перед вашим. Как говорят, Бог все знает. Бог все слышит. Мы не понимаем, как он там слышит? Ты где он там вообще? Я одну женщину спросила еще в те годы. Давно в советском деле пожилая. Говорю, вы Богу верите? Я говорю, как ему вопрос. Он такой. Нечасто. Бога не верит. Религиозная раньше. Она говорит, нет, не верит мне. Я говорю, почему? Ну, вот раньше-то верила вообще. Раньше так, в принципе, все как-то верили. Но как Гагарин слетал в космос. И там вернулся, и Бога там нет. Я говорю, то есть так. Нет, он не видит. Гагарин же не так. На школе так же учили. Говорит, ад под землей. Ну, хорошо. Мы сейчас будем шахты, там добываем уголь. Никакого ада нет, смотрите. Пракопали все. Вот как нас воспитывает. Сегодня мы с вами уже больше подкованные, не такие темные. Мы понимаем, что есть другие измерения, существования, там, физики, математики, парапсихология, там, не знаю, алхимия уже становится к нам. Он лежит как научно, да, научные темы, приближаются к научным темам. А раньше, висит какая-то висит, как его там, манчат. Знаете, пророк Мухаммед, он же за одну ночь побывал в Иерусалиме и вернулся обратно. Измерение. Написано. Написано по крайней. Он уехал спать. Когда уехал спать, толкнул рукой кувшин с водой, стоящий рядом. И вдруг видит, что палатка его открывается и входит Архангел Гавриил. Он забыл про кувшин. Он светящийся Архангел и говорит, пошли. И там какое-то мифическое свещество, крылатое. Какое-то типа сфинкзы. Садись. И все ему, говорит, в магию они перенеслись в Иерусалим. А там что? Он перевел, говорит, в семьи в лес. И покрывал. И покрывал их звезд, их как бы разделяли. И запозлить покрывал, там оттуда из носа голос. Он разговаривал с Богом. Который говорил, что он должен делать. Он поговорил долгое время. Там описывается, в чем они говорили. Снова сел на это существо, винулся обратно. Дошел в палатку. Успел подхватить кувшин и достать. Кратно? Недавно упасть или остать? Вы знаете, что после этого? Снувчик, он рассказал самим последователям, когда. Почти все ушли от них. Ну какая-то ерунда. Он с у нас ушел. Так каким образом можно этот территориум добраться за одну ночь туда и обратно? Еще и кувшин поднять? Нет, какая-то уношинка. А сегодня мы не удивляемся. У нас есть такие фантасты, что, оказывается, все возможно в этом мире. Так и написано в древней книгах. Возможно все обрести в этом мире. Все. Это вопрос развития. Только одна вещь невозможна. Тут нет любви. Тут есть вожделение. Потому что такое наркомание. Это вожделение. Это форма вожделения. Что такое лукогоизм? Форма вожделения. Что такое проституция вожделения. Что такое жадность деньгам? Это вожделение. Все оборонки происходят. Из-за этой энергии. А если очистить, поднять и развивать это качество, это чувство, это вожделение, эту энергию, она сонится любовью к Богу наверху. А внизу это ужасные вещи. Она вверху самые прекрасные вещи. И возносит эту энергию, эту энергию, молитву, возвращаясь к Богу туда. Давайте вопрос соживайте. Если кто-то против, тоже можете будет что-то. Есть что сказать? Спасибо большое, Александр Иванович. Скажите, пожалуйста, мы сейчас увидели такие критические случаи. Вы говорите, что молитва работает в критической ситуации. У нас здесь дети, подростки, многие живут в благополучии. А с каким настроением тогда нам молиться так, чтобы эта молитва была услышана? Ждать смертей у тебя нет, конечно. Есть несколько способов. Один способ – это философское смертей. Например. Например, все мы с вами умрем. Согласны? Нет. Как нет? Я согласна? Понятно. А, так не хочу, хочу, не хочу. Я, понятно, я тоже не хочу. Никто хочет это не менее. Никто хочет это не менее. Никто не хочет это не менее. Я тоже не хочу. Но так будет, если мы это осознаем, становимся философами, становимся на путь молитвы. Молитвы, молитвы, не цитативны. Другая сторона. Если вы познаете душу, свое «я» познаете, вы не будете бояться смерти. Потому что вот эта духовная составляющая, она не умирает, не погибает, когда уходит тело, как одежда сбрасывается тело. Если вы осознаете свою внутреннюю суть, страха не будет, у вас будет радость, молитва в радость у вас будет совершаться. Это бесстрашно. Но это когда вы познаете душу. А пока душу не познаете страху другого детьма, или какая-то необходимость, потому что когда все хорошо, будете забывать. Как один человек знакомый. Он такой, ну, святая личность для меня. Для меня очень чистая святая личность. Старше меня, по возрасту, не прошел в этой комнате. Он в Индии был когда одно время, и там случилось меропересение в трое в районе. Прям трясло вот так все. Двигалось там, стены стали рушиться. Дома были небольшие, какие-то частные такие клиники или напитные. И люди знают, там часто случаются толочки, они, когда начинаются эти толочки, они знают, нужно убегать на улицу, ложиться на землю и молиться Богу. Произвести именно Богу. Это их традиция. И вот люди все высыпали, он тоже на землю, земли громко, повторяли именно Бога, то, какие и знают. А имен много. И он тоже повторял. Но интересно, что он сказал. Они повторяли и просили, Боже, Боже, остановись толочки, спасти наши дома, наше имущество. А он говорит, Боже, Боже, потряси их еще немножко, пусть они продолжают повторять твои имена. И вот кто кого, знаете, вот. Что же плагом у меня, смотрите, сразу точность зрения. Не так, что нужно быть в каком-то стрессе постоянно, знаете, в радости это возможно. Я когда изучал иконописи, как художник, я сначала как художник изучал искусственную иконописи, я почему-то остановился, меня это просто вдохновляло до глубины души. Иконописи, русский музей, просто иллюстрация, что у них такое вдохновение. Я замечал одну вещь. Начиная с XII века, так уже началось, что это с XI века. Дионисий был, Керли, Феофан Грек, тоже Андрей Рублев. Вот эти вот до XV века иконы были, светились радостью. В другое было настроение. Молизм была радостная. Начиная с XVI в XVII мы видим, что темнеет, говорит, Боже скорби добавляется. Я был в Урселе. В одном городе, там, наверное, представьте, почти все религи там все. Любые храмы. Все живут там, место очень мощное, конечно. И мы пошли туда, где вот храм Гроба Господний, то есть где я поскалывался. То есть здесь хорошо. Я не знал, что я там почувствую. Я просто пошел впервые. Это была какая-то очередь к этому месту, к той самой иконе, к моей матери. Но то, что я там пережил, не поделалось никакому описанию. И это была какая-то, знаете, ну как сказать, не скорбь. А вот как сказать, как вот это не хочу сказать. Это не скорбь. Это сродни тому, как вы влюбляетесь сильно, а потом разлучаетесь. Очень сильное чувство. Почему? В одном мгновении. Меня произвела вот эта мысль. Неужели это возможно? Неужели вот такие личности бывают? Как Иисус не стал? Неужели это возможно? Неужели нужно такое сострадание, что вот эти, вот все грехи люди взяли на себя и все. И вот там я почувствовал вот это его сострадание. Я был в шоке. Он просто в шоке. Это невозможно. Это невозможно. Я вспомнил Бхагову. Там там написано. Когда вы видите душу, вы говорите, не может быть. Невозможно. Вы видите. И говорите, это невозможно. Ребята, слышите, что это невозможно. Чудо. И в том случае, и в другом случае. Знаете вы ее или не знаете ее. И сказать, что чудо. Это невозможно. Вот эти чувства там пережили. Но скорби не было. Было какое-то глубокое особое счастье. Вот этот факт вы видите. И наш дуболочий сказал, что Христос никогда не умирал на кресте. Это другая история здесь. Это не человек. И вот видите, мы с вами, люди, мы близко к Божественному. Нас трогают какие-то слова. Видите, нас трогают любовь срога. Моли животные. Моли блестки Божественные. Вот это нужно показывать в кино, в искусстве, в жизни. Дети так почувствуют себя другими. Другими. Высокими. Меньше грязи, больше света. Кинуть свет на этот свет. Чтобы был свет уже. Говорит, Бог смотрит и говорит, невозможно. А мы такое сейчас пережили. Невозможно. Потрясающе. Вот что мы ждем в жизни. Соприкоснуться с невозможно. С великой тайной. А она существует. И в миру называют ее словом Бог. Условно. Это условное обозначение. Математика обозначает? Да. Что это такое? Бесконечный. Значок. Просто значок. Условность. Мы же не можем это представить. Значок. Условность. И это слово так же. Мы не можем все представить. Это обозначение. Вот это интересный процесс. Для искусства. И раньше все. Иркос. Духовы такие. Андрей Курлев писал. Духовник. Все знаменитые музыканты. Русские писали для хоровов. Церковных. Все вызначали духовно. Люди стали все из материального. Там, где вожделение. Друг перед другом. Трястись. Сначала. Для этого музыкант служит. Ну хорошо. Потряситесь немножко. Чуть-чуть только. Но только проблемы. Видели проблемы? А с этого все начинается. С вашего времени. А нам нужна любовь. Чистая. Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, мы предложим. У нас есть еще один фильм. Да, давайте наши вопросы. И после этого перейдем к следующей работе. Хорошо? Добрый день. А вот скажите, пожалуйста. Когда у человека в критической ситуации есть зависимость. Но он сам с этим не справляется. Молитва близкого. Я так понимаю, что это вроде его благо. Но не будет ли это своим родом каким-то насилием? Да, правильно вы говорите. То есть, тот, кто попал в эту зависимость, в эту ловушку. И не может вырваться оттуда. Он выходит из центра революционного. И тут же начинает искать телефоны. Не может давить меня. Сковывает его тоже рад. Не может вырваться оттуда. И вы можете получить его. Если он сам этого хочет. Вот при этом условии. Если он просит вопросы, то вы? Желает. Сам желает. Кто просит или не просит, но желает человек. Исправится от зависимости. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Он должен сам хотеть освободить от этой зависимости. В этом случае любой может ему хорошего помочь. И я могу помочь, и он может тебе помочь. Если вы умеете молиться. И его можно научить этому. Но если он не хочет. Ну что он сделает? Спящего человека никогда не будет не рады. А тот кто притворяется и спящего не остановит. Что вы сделаете с этим? Вот в чем проблема. Сейчас спросите, кто хочет научиться молиться вообще? Много будет в такую школу. Это и без молитвы. Молодец, как есть у нас. Хорошо. А вот интересный вопрос провести. Школа. Молитвы, да? Школа. Приходите все. Бесплатно учитесь, пожалуйста. Кто придет? Надо прийти. Серьезно, чтобы учиться. Не просто прийти, по любопытствуете и уйти. Это не черная магия, поймите. Где приговорил, переворот сделал и пошел. Это наука. Это наука нам требует. Требует образа жизни определенного. Потому что инструмент познания – это тело и умы мои чувства. Я сам. Мне не только образ жизни прибыли, чтобы понять, настроить свой ум и чувство на это восприятие. Ведь радиоприемник, если вы не понимаете волну, ничего он не скажет. И вы должны стать таким приемником. А нужно менять образ жизни. Простите. Это не дешевая вещь. Общаться с Богом. Не вружки. Все, продолжаем. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Мы затронули немножко эту тему. Химса, Ахимса. Как же понять в нашем сознании, что в этом мире происходит по воле Господа, что творим мы? Мир, в котором мы живем, здесь много есть гордин. И все издерживаются на, в принципе, васту. Что такое васту? Васту означает неизменность. Например, секундная стрелка я веду. И вы не можете вернуть обратно ни одну секунду назад. Васту. Васту. Неумолимый. Вогон. Взрослый человек туда за сутру куточуты. И ребенок, молодец, если за сутру куточуты тоже получит ажок. Вот так устроены, неумолимые запомнятые люди, то есть не под нашим контролем, они не умолят. Говорят, так же верные, как смерть. Вот нужно прежде всего понять, есть законы маски. Они работают точно. В материальном мире не бывает прощения. В материальном мире прощения не бывает. Это как закон. Совершил преступление – тюрьма. Не было еще ни одного случая, что суд просто простил убийцу, не имеет права. Нужно наказать – вас тут. Родственники плачут, друзья плачут. А все равно его накажут, повесят или в тюрьму посадят. Закон есть закон. Мы живем с точки зрения закона в таком жестком мире. Видите? С точки зрения закона. Почему, говорит, обращайся к Богу? Прощает Он. Кто управляет этим миром, сам понимает. Простить может только тот, кто может отменить этот закон. Довольте пример царя. Царь может осудить кого-то в тюрьму. Так, преступник, хорошо. Вот почему. По жизни. То есть злодеяние. Закон. Но в древней традиции, в очень древней традиции, царей спускались в тюрьмы и посещали их лично. Если кто-то раскаивается сердечно, искренне и царь это видит, он амнистировал человека. Отменял закон, потому что он имеет на это право. Никто другой не может. Теремщик не может. Никто не может, кроме того, кто управляет этим законом в нуле. Если кому-то говорится, что грехи прощает Бог. Помните, когда Иисус прощает тебе грехи? Вы обвиняли фарисея. А ты кто? Бог, что ли? За что его ты тебе рассказываешь? Потому что так обвиняли таким образом. Либо Бог прощает, либо кто-то от имени Бога имеет полномочия простить. Убрать эту карму. Судьбоносный закон от вас будет обменить. И считается, что карма – это высший закон потерянного мира, чтобы все еще продлить. А выше этого закона – прощение. Прощение. Теперь давайте посмотрим, легко ли просить прощения. Легко ли прощать. Прощаете – прощение будет. Так не знаю. А легко ли это сделать? Сегодня мало кто-то может делать. Формально даже вроде прощают, но не могут цепиться. На самом деле не прощают. Это вне наших человеческих сил вообще простить кому-то. За какую-то серьезную обиду, за злодеяние. Вы можете за злодеяние кого-то простить? Это сложно. Это очень сложно. Почти невозможно на обычном уровне. Мы требуем закона. Отмещение. В уме или на деле. Мы боремся даже за справедливостью. Кого-то наказываем, кого-то убиваем. И так далее. Весь мир такой сумасшедший сегодня, потому что нет прощения. И вот на Хабхарате говорится, если бы на каждую пощечину мы отвечали пощечиной. Если бы на каждую дурную слову отвечали дурным словом. Если бы на каждую удар отвечали ударом, этого мира давно бы не существовало. Он существует, пока еще кто-то может прощать. И кто это? Это мать. Представляет Бог. Она может прощать любые грехи. Такая сильная любовь. Поэтому в Писании древних всех говорится, что после Бога поклоняйтесь матери. В Коране говорится, брать под ногами твоей матери. После Бога поклоняйтесь матери. Потому что она умеет прощать. Отец может прощать. Тот, кто на всем мире вас любит. Нужно разобраться, кто же нас блестит. Нас несовершает. Которые, творя неверно, что творят, а потом плачут, когда больно. И обвиняем всех. Вот как мы устроим. Ведь мы же не себя обвиняем в своих стрелях, а какого-то ищем. Вот какой жёсткий материальный верх. Поэтому говорится, береги честь. Могут быть осторожны. Серьёзных грехов не совершать. А потом так и будешь. И кто тебя потом простит? Если ты даже не знаешь, что такое законодатель. Кому ты обратишься? И здесь, конечно, в этом фильме, вот. Здесь очень серьёзный вопрос поднимается. Который достанут многих людей. Отталкивают от Бога. Идут их по ночи утром. Там кто-то написал на сцене. Бог любит тебя. Прохожу мимо. Через несколько дней. Иду, то есть, дорога утром. Ниже написано. А почему тогда он забрал Васю? Нашего брата. Если он меня не любит. И ответа ниже не было. Люди даже не знают, как ответить на этот вопрос. Если Бог – это любовь, то вот кто-то назвучит. Это военный человек. Если вы видите ужасы войны, то скажем, так где же Бог вообще? Это ужасно что-то происходит. Да невинные же люди страдают. Это безгрешный дети. А вы о Боге говорите, о любви говорите. Видите, какой спор был ожесточённый. Эта тема рассматривается во всех священных книгах. Нет, это не что-то новое. И Достоевский об этом тоже в мечтах братья Карамазовы. Та же самая тема. Где же наш Бог? И мы подождествляем Бога с человеком. А себя с Богом судьей. Вот такой перевёртыш очень создаем. Мы поменялись как брали. Я здесь все чувствую Богом. Смотрите. Я сам решаю, кому-то омстить, кого простить, кого не простить. Себя любить. Потому что я к себе все заповеди соблюдаю. Я говорю, войну кому-то или мир кому-то. Кого-то наказываю, сам всех законно издаю. И считаю, что это правильность любви будет. Когда случается стихийное бедствие, я Бога принято. Он не имеет права нас наказывать. Я имею право судить людей. Я. А он нет. И лишь только потому, что я не понимаю, за что. Я не разве это сознаю. Причинно-следственная связь. Если бы ничего не сделала. Ничего не сделала. Я не знаю, что посвящено. Есть. Прарадха карма. Есть апрарадха карма. То есть представьте, что человек выдал яд. Это еще апрарадха карма. Не про ябленно. Вы еще сразу не увидите. Какой-то действий яд. Так. В это время, пока яд не вошел в кровь, вы можете вычистить желудок и освободиться. Выжить. А правда карма? Правда карма не значит, что яд уже вошел в кровь, вы ничего не можете сделать. Вы умрете. Умерла однокашница. Старший, правда, на одноклассную в школу. Выпила яд, потому что я из-за любви. Влюбилась. Еще пару часов. Пока приехал доктор. Скорая помощь. И доктор переехал, посмотрел, сказал, ну уже поздно. Уже поздно. Он был так разгневан, но и он поступок, сказал, ты хочешь жить? Она, да, кричала, да. Я сделала. Так вот ты не будешь еще и ушел. Замубиться. Вот так он жестко поступил. Что же ты делаешь? Не думай. Много раз. Потому что я пошел в кровь. Если в нашу кровь войдет зло, что вы с этим будете делать? Если в нашу кровь войдет алкоголь, наркотик, вы не сможете спорить за это два ступора. Вы вплинули. И тогда они обращаются к Богу. Вот когда Бог освобождает это два ступора, тогда они не понимают, что это Добро. Которому никогда не обращаемся. Никогда. Вот же проблема человека. Он не умеет обращаться к Богу. Один великолепитель сказал о современном мире. Знаете, что? Главная проблема в том, что современные люди не изучают, не обсуждают вместе с священными книгами. Вот что я говорю. Они не имеют мыслить о Боге. Какая молитва. Они даже не могут понять, кто такой Бог. Личность это. Или нечто абстрактное. Что там сейчас? Или пучок святочный такой. Или ничто, или пустота. Они понятия не имеют. А они говорят молиться Богу. Какого Богу? Любовь означает личность. Представьте, женщина, которая говорит. Ваша подруга. Я влюбилась. Прохожу замуж. Вы спрашиваете. А кто это? Есть фотография. Как зовут? Ну, кем работает? Твои родители. Она говорит. Не знаю. Еще никого нет. Фотографии нет. Имени нет. Просто влюбилась и скоро выйдут. Такое бывает? Нет. Она личность. Если вы влюбились и говорите замуж, вы должны знать об этом человеке. Все практически. Любовь как к Богу. Но в глаза не видели его. Где наш опыт? Простите. Но и где действительно опыт? Кто скажет. А кто видел его? Нет. Бхактин. Мама даже не так говорится. Видит только тот, кто занимается бескорыстным, преданным служением. Вот тогда он получает глаза. Он видит. Женец. Бескорыстная деятельность. Корыстная деятельность. Задневая. Она же взор. Алчность. Мы не видим Бога. Мы не видим, что все в этом мире принадлежит Богу. А не мне. У него здесь ничего нет. У себя ни с чем. Пришел в мир, с чем иду. Что затмевает мой взор? Алчность. Отдождествление с плодами своей деятельности. Отдождествление с этим Девом, с этим Богом, с этим национальностью, с этим национализмом. Вот мой грех в четырех ролях. В этой ложной самоопределенности. Ложной горлости. Когда мы освобождаемся, мы видим, что на самом деле все живые существа принадлежат Ему. Даже на Ростове. Человеки очень сильно горожут. И считают своими. Это тоже собственный Бог. Мой ребенок. Это собственный Бог. Есть целая история. Сейчас не буду рассказывать. Это такая большая история в Багаваду Пуране. Об одном царе, который не имел детей. Было много жен у него. Где-то сотни жен было у него. И не надо убивать. Царь страдал, потому что он хотел передать престол. Наследника иметь. Очень сильно страдал, в конце концов. К нему мудрец пришел. Чтобы дать ему какие-то знания высокие, как царю. Царь был не готов. Скорбик был в этих желаниях. Наследство. Наследство. Он сказал хорошо. Он рассказывает. Выкидите ребенок. Харша шока. Харша шока. Харша шока. Харша шока означает горе и радость. Вместе. Царь не прийти внимания. Но он имеет в виду, что сон будет несложным, структивый, ничего страшного. Главное, что это сон будет сон. Я ему сказал. Это началось совсем другое. Когда родился этот ребенок у одной жены, 99 жены стали завидовать. Это накапливалось день за дом. Потому что царь Божий перестал обращать внимание на другие жены. Он общался только с этой, своей женой, матерью, ребенкой. Они были там вместе постоянно. Они чувствовали, что они пренебрегают, что они превышаются в рабыню, вслуг. Они взяли заговор и дали ребенок. Такова древняя ссора. Няня пришла однажды. Кормилиться к ребенку. И заметила, что она не видел. Взяла перышко к носу. И погибла в огонь. Он мертв. Толкожданный желанный ребенок. Единственное наследие. Мертв. Говорит. Я прогляданный. Зараз не сверху снизу волосы. Царь был где-то в отъезде. Царица стала с ума сходить и прогринять Бога. Царю поставили конца. Царь даже на коня не сел в сумасшествие. Бегом бежал, спротыкался в кровь, разбивался к лицу. Когда пришел, увидел, потерял сознание. Они были готовы умереть вслед за этим ребенком. А царица говорила, какой ты Бог вообще. Как ты устроил мир. Если ты был Богом на самом деле, ты бы никогда не устроил мир, где бы дети раньше родители умирали вообще. Это то, что здесь происходит. Это неправильно. И тут снова и смотрелся. И сказал, очнись от тьмы вежества. Пустомни. Была ли эта душа раньше твоим сыном? И будет в будущем твоим сыном? Является ли счастьем твоим сыном? В дальнейшем не понятно, чем присмотреться. Я не ослепила горе. Я не могу листвовать глистической силой. Сделать душу видимой в этой комнате. Заходи обратно. В душах осталось тело ребенок, а ребенок сел. Посмотри, какой ты принес Бог своим родителям, все время покинув этот мир. Посмотри, что это все. Может быть, ты вернешься обратно. Не будешь. Такой будет причинить выход. А ребенок заговорил, как взрослая душа. Мои родители сказали. Ты кого я ищу этого? Этих. Потому что у меня было много родителей в прошлых жизнях. Он исполнился. Я должен идти дальше. Я пришел с другой целью. Дело в том, что мы были в прошлой жизни врагами друг другу. Я пришел причинить боль. Не нравится. А теперь должен быть царь. И мы говорим о жизни. Он слышит. Мы не все видим. И это говорится, что по одному движению танцы не увидите. По какому-то эпизоду вы не сможете понять всего целого. Вы видите, что кто-то страдает, но же вы не знаете причины. И хорошо тогда надо сострадать, но понимать, что есть еще большая причина. И мы об этом не все знаем. Кто-то знает лучше. Когда совсем плохо. Совсем уж тяжело. Вот такая тема разговаривать в нашей жизни. Нужно, говорят христиане, читать историю биома. Это самая жуткая история. Я не буду рассказывать. Но там хороший вопрос. Мы учимся не только в жизни, но и в смерти. Мы переживаем не до тяжелых событий. И вот нам нужно научиться жить в знании. А какое знание? Костя коротко сказать стих из благоприятий. Родившийся, обязательно живет. Умерший, родился снова. Это реинкранация. Поэтому, мне так сказать, вопрос не о том, кто живет, кто умирает. А освобождение души из цифра в граждане смерти. Вот такое он сказал. Освобождение души из цифра в граждане смерти. Но, чтобы вы живущий, все равно умрет. А он, все равно, родится. И снова умрет. И снова родится. Вот это проблема. А не потому, что кто-то сейчас умер, а кто-то еще живет. Потому что все умираются. Вот она какая иллюзия. Все умирают, а двоя нет. А ты должен жить. У меня тебя тоже. В этом мире, да, такое заполнение. Тело изнашивается. Как старые одежды. Так и есть. Есть ли вопросы о соображении? Может кто-то хочет сказать? Так же можно поделиться и своим впечатлением от фильма. Все подпечатляют. Вы что-то скажите. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое, Александр Александрович. Такой вопрос. Есть такое высказывание. По одной лисенке судят о плове. Сейчас услышал. По одному движению. А танцы не судят. Вот. Вот. Развиваться. Есть два примера как будто противоречивых. Если вы хотите понять, готов ли рис. Вы берете одну риску или капли. Достаточно. Все. Все. Все готовы. Только что мы сказали о причинно-следственной связи. Что такая длинная цепь существует. Причинно-следственной связи. Что по одному поступку не сможешь понять целое. Как быть. Причинно-следственной связи. То есть последователь событий. А есть одна среда, в которой находится живое существо. Это разные вещи. Например, если вы делаете химический опыт. Сложный. Там много реагентов. Там мы будем учитывать пропорции, температуру, время, последовательность, точность. Если вы точно все это измеряете, точно делаете. Будет результат. Если вы не почтете всех этих условий. Результаты не будет. То есть нужно знать свойства каждого реагента, их соединения и так далее. Но в одной емкости одна среда. По одной молекре вы можете понять, как он целый. В одной емкости. Одна среда. А в последовательности этих процессов видите, что происходит? Единственное разнообразие прикосновения. Если мы говорим об одной среде, то по одной резинке. Одна кастрюля, одна температура, все. Одни условия. По одной резинке. Если мы принимаем одну концепцию с вами, скажем, коммунизма, мы уже знаем, как будет развиваться общество. Тогда можно сказать будущее. Если мы видим ваш характер, ваши качества, которые не меняются, можем тоже впредить ваше будущее. Но если вам удастся менять эти качества последовательно, это будет совсем другой результат. Это никто не сможет предугадать. Вот неожиданная вещь в своей жизни. Интересно. Но если я постоянно хожу в своем одном качестве, то мое будущее предопределено. Не знаю, как это будет делать. Спасибо большое за то, что вы посетили фестиваль. Делитесь такими сокровенными вещами. Спасибо вам поклону. Извините. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот в этом фильме, в том же, который вы сейчас посмотрели, это не ведическая, а больше католическая концепция рассматривается и священник. Как бы католический, христианский. И я вот тоже, скажем, по долгу, крайне служба, просто вот общаюсь с разными людьми, с теми же католиками, бывает даже с язычниками. Но поговорим сейчас о католиках, о христианах. И бывает вот не просто, что вы такое не христианское. Вот как вот с ними, коллегами, общаться, чтобы не затронуться, не отведить их. Ну вот так ты, это из моей жизни такой. Спасибо. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, я лично не должен, не должен делить людей по конфессиям духовных. Я не должен поступать. Для меня не существует ни католиков, ни православных, ни мусульман. Нет. У меня существует духовные люди. Замечные. Да. И они делятся на три категории. Любая конфессия. Начинающая называется Кальништейн, Санскризис. Средний уровень Матхиама. И высшая ступень Уттамы. Сверх материи. То есть все уже духовное, святочие. Свято он везде святое. И в христизме святое, в православии святое, где угодно он святое. Это уровень сознания. Это не конфессия. Конфессия — это внешняя традиция, это язык, это обряды, это одежда, это форма храмов, музыкальное спрождение или нет. Уконы или нет. Это чисто внешнее различие. А внутренний смысл духовный. Начинающий, конечно, означает, что человек имеет веру, но еще не имеет возвышенных качеств очень неразвитых духовных. Это обычно фанатик. Фанатик, который говорит, что Бог только в моей величине. За пределами моего храма там Бога нет. И в других храмах это уже не Бог. Это вероотступничество, скорее всего. Бог только вот так. И они ссорятся, конфликтуют, вводят религиозную больную страну. Ссорятся между собой и на расстоянии необычном. В своем храме и все. Свой монастырь, черный стиль, свой устав не принесли. Вот так мир тоже. Между ними очень сложные отношения. Мадхиама — середина. А этот человек одной ногой в материальном мире, одной ногой в духовном мире. У него есть большой опыт. Поэтому он дружественно относится ко всем духовным людям, в любых интересах. Если он знает, что вы практикуете после духовной практики, он не спросит, в какую вы тратите с ним. Важно, что вы связаны с Богом. Он ваш друг. В какой поддежде вы либо ли, собака хозяину узнает любой одежде по запаху. Запах тот же самый. Бог один. И утама от яга — это пророк. Они могут устанавливать религмы. Иисус Христос — это утама. Пророк Мохаммед — это утама. Последствия — это Мадхиама и Канишда. Им нужно управление. Поэтому они строят церковь, организации. Потому что если вы на начальном уровне, необходимо управление, определенный контроль. Духовный. Наставники должны быть. И послушники. Потому что если не будет наставничество, не будет организации, но фанатики — все, что вы думаете. Время Бога знает. Основный Бог вперед. Потому что они еще фанатики, они еще не развитые духовные. Поэтому начало всегда вот такое. Это фанатит сентиментарности. Потом опыт, уже знание приходит. Это Мадхиама. Это уже способно мир устанавливать. Уже можете мир устанавливать. Но утама — это редкое явление в этом мире. Но это тоже есть, пророки есть. Поэтому обычно, когда человек следует своим писанием, если в писании этого нет, тогда я не могу это применить. Все. Не буду. И что из этого получилось? Смотрите. Ведь много, что я имею сказать, вам всего не уместите. То есть не все было сказано, не объяснено. Были притчи. Научно не было объяснено. И тогда что происходит? Поскольку религия не может всего объяснить. И вот отбегают. И устанавливают материалистическую науку — агностицизм. Который может объяснить химические процессы, физические процессы, биологические процессы, психологии, но не Бога. И на место Бога становится наука материальная. Дает нам телефоны, ракеты. И мы веримы. Вот что происходит. Если вера не подтверждается знанием, давайте совместим науку и религию. Вот это будет. Тогда люди не будут говорить о конфессиях, отвечать о конфессиях. Их раньше никогда не было конфессий. Ну ладно, религия не зависть. Во времена у кого-то. Не было ни христианства, ни мусульманства. Один Бог был, одна абсолютная истина. И объясненный философски. И все. Все хорошо. Вот так люди же принялись. Христос не принесел какого-то еще одного Бога. И Мухаммед не принесел еще какого-то Бога. Он сказал, мы приходили раньше. Помните? Мухаммед передавал. Мухаммед передавал. Мы приходили раньше как Иса, Муса, Мария. Кто такие? Моисей, Иисус, Ария. Та же самая традиция. Та же самая Бог. Но мы различаем Ислам и Христианство. Те, Дмитрий. Не сами подумайте. Люди враждовали до Иисуса, во время Иисуса и после Иисуса. Иисус не враждовал ни с мусульманами, ни с христианами, ни с Кришней, ни с кем угодно. Они никогда не враждовали. А люди враждовали до них, во время их и после не враждовали. И даже после не враждовали. Потому что оставить только свое убеждение. Только свою правоту. Это относительно истинное. Не обманывать все. Абсолютно истинное. Кристиане. Им будет больно, если руку болезти. А мусульманам будет больно, если руку болезти. Чем разница? Чем разница? Та же чувствует больно. Наслаждение семья. Почему разница? В запахе. Как выясняется? Часть. Кошки с эвакомичным проблемам. Запах. Раздражение. Свет раздражения. Эмоции раздражения. Животное сознание. Без Бога вряд ли мы сможем это освоить. Нам просто приятно слушать, но в жизни трудно освоить. Есть еще вопросы, пожалуйста. У нас же подходит время, я тебе вопрос, хорошо? Большое спасибо Александру Геннадьевичу за то, что вы с нами, за то, что вы рассказываете таким на самом деле важным вещам. Трогайте сердце каждого из нас. И у меня такой вопрос. Сейчас, мне кажется, в мире с событиями разными, они касаются все больше и большего количества людей, все ближе подходят к нам. И мысли о том, что мы все смертны, они очень близко к нам становятся. И я думаю, что многих людей события так или иначе решатут, подругают в уныние. И в то же время христианство говорит о том, что уныние – это грех большой. Как же вот людям действительно находить эту радость? Каким образом? Спасибо. Хороший вопрос. Уныние, скорость, депрессия. Не пускать это в сердце. Вот что грех. Вот что грех. Естественно, если меня кто-то обидел, я чувствую. Если кто-то не спривезли в ко мне, я чувствую это. Почему нет? Но вы не должны пускать это в сердце. Потому что если мы пустим в сердце обиду, боль, вы ненавидите всех людей. Почему это все люди? Человеку изменил режима, он начинает ненавидеть свежим человеком. Вот о чем речь. Не пускайте в сердце этого. Вы переживаете, конечно, есть чувства, а как же? Мы же люди, мы живые существа, но в связи с другими богами. Не пускайте туда и такие вещи. Держите в чистоте свое сердце, встречайте эту драгоцветность, эту святость. Нельзя терять веру в Бога, во все святое. Если вас обманул священник какой-нибудь, скажем, скажите, а, религия вся ложь? Это ошибка. Не вся. Если на глазу катаракта, не выкалывайте зряком глаза, катаракту снимайте. Нельзя терять веру в сердце, в душу. Это наш выбор, враги. Это наш выбор. Наш выбор стать сильным человеком. Не поддаваться этим слабостям, вставать на колени перед вот этим миром, который обманул нас. Не сдаваться, а оставаться человеком. Духовным. Это духовная сила. Как вы поддерживаете? Читайте священник книгу. Именно Бога вы изучаете. Вы увидите, какую силу вы даете. Потому что это настолько позитивно, настолько возвышенно. Нематериально. И убедительно приникает в сердце все. Конечно, когда мы читаем и понимаем, мы можем потерять интерес. Но будут вопросы, нужно обсуждать, нужно добиваться, понимать, нужно учиться. Это же наука. Не ждите, что этот творчество по себе спустится. Нет, нет, нет. Нужно стремиться в этом. Поэтому вот на такие фестивали, киносвяты, вы занимаетесь творчеством. Но давайте через творчество стремитесь в доброте, в любви. В божественном. Думайте, обсуждайте вместе. Творите. Показывайте людям. Все самое лучшее. Вдохновляйте. Вот. А не опускаться в скорбь самим. Кому-то это поможет. Все. Спасибо. 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 Спасибо.